Учитывая, что сегодня в Европе не публикуется никаких важных данных и отчетов о доходах фондовых рынков, все внимание сосредоточено лишь на новостях из Соединенных Штатов. То есть рынки находятся в ожидании выступления главы американского Центробанка на симпозиуме в Джексон Холл в пятницу. В комментариях Джерома Пауэлла инвесторы попытаются найти сигналы по поводу размеров первого сокращения ставки в сентябре. А между тем, еще сегодня в Соединенных Штатах будет опубликован отчет Бюро статистики труда, который может не только ослабить доллар, но и повысить прогнозы по рецессии в американской экономике. Речь идет о пересмотренных данных числа рабочих мест в США за год, который заканчивается в марте. Обновленные цифры могут показать, что рост американского рынка труда на самом деле был еще слабее, чем сообщалось изначально в ежемесячных нонфармах. В настоящее время данные Бюро статистики показывают, что за этот период в сумме было добавлено 2 900 000 рабочих мест, что в среднем составляет 242 000 в месяц. При этом экономисты считают, что количество добавленных рабочих мест может быть пересмотрено в сторону понижения примерно на 50 000 ежемесячно. Эти пересмотры настолько важны, что они могут повлиять на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. И, конечно, откорректировать предстоящую речь Джерома Пауэлла в Джексон-Холл. Ведь сильное снижение первоначальных данных докажет, что американский Центробанк недооценил в свое время экономический спад в стране. И в ожидании президентских выборов это будет очень плохая новость как для Федеральной резервной системы, так и для имиджа правящей демократической партии. И это очень плохая новость для доллара США, который накануне упал до нового годового дна к отметке 101,31 пункта. В начале среды цена индекса доллара, который демонстрирует силу доллара по отношению к шести основным мировым валютам, этот индекс восстановился и консолидировался в диапазоне между уровнями 103.10 и 103.30. Как мы видим, в последнее время на примере многих пар с долларом США американец ни в одной из них не может обрести опору для роста и находится в состоянии свободного падения. Индекс общего фондового рынка США находится в обратной корреляции с курсом доллара, то есть растет, когда валюта падает, и наоборот. Но как ни странно, S&P 500 тоже завершил вчера свою восьмидневную серию побед, а первую половину среды торговался в красном ценовом диапазоне между отметками 5585 и 5620 пунктов. Скорее всего, Уолл-стрит тоже предпочитает дождаться большей конкретики от финансовых политиков. Валютная пара евро-доллар, которая обычно прямо коррелирует с фондовым рынком США, сегодня тоже сохранила эту тактику. Правда, раньше евро показал заметный рост, достигнув восьмимесячного максимума в районе отметки 1.1130. Напомним, что Европейский центральный банк начал сокращать свою базовую ставку еще в начале июня. То есть единая валюта – это голубенное решение уже отработало. А теперь, когда настает очередь доллара падать на снижение ставок ФРС, евро снова вступает в игру и готовится побеждать. Тем более, что траекторию дальнейшего снижения ставок регулятор четко не обозначил и поставил ее в зависимость от поступающих новостей. Так что в паре евро-доллар объем длинных позиций слегка снизился. При этом рынок игнорирует все технические признаки перекупленности курса евро. Они могли бы привести к откату, но текущая инерция поддерживает продолжение восходящего тренда. Если цена стабилизируется выше уровня 1.1150, возможно продолжение движения к локальному максимуму июля 2023 года. В случае нестабильности выше этого уровня курс единой валюты может временно откатиться к поддержке 1.1050, что, по мнению наших аналитиков, будет соответствовать перегруппировке торговых сил. На рынке нефти в начале среды сохраняется нисходящий настрой. Котировки эталонной марки Brent падают уже в течение трех сессий подряд и в первой половине среды оказалось уже в районе 77 долларов за баррель. В некоторой степени откат был вызван неожиданным ростом запасов сырой нефти в США. Данные показали, что они выросли за отчетную неделю на 350 тысяч, вместо того, чтобы упасть в соответствии с прогнозами на 2 миллиона 800 тысяч баррелей. Кроме того, технические индикаторы графика Brent показывают возможность дальнейшего падения цен до начальных значений месяца. Однако, с учетом нарастающей перепроданности, наши аналитики не исключают и сценарий временного отката, который способен откорректировать текущий тренд. Кстати, технические ожидания наших экспертов касательно концентрации торговых сил в районе уровня 90, сегодня уже оправдались. Объем длинных позиций по доллару увеличился, что в итоге привело к подъему котировки пары выше значения в 91 рубль за доллар. Факт очередного витка роста указывает на возможность последующего движения по направлению недавнего локального максимума. Однако работая с данными инструментом, трейдерам не стоит забывать о низкой ликвидности, ведь именно этот фактор дает ему возможность быстро менять направление движения.